МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, был очень сложный перелет, да, ночной, и поэтому по прилету мы дали выходной, чтобы ребята больше восстановились, потому что мы и туда очень-то тяжело добирались, плюс очень тяжелая игра на тяжелом поле была, поэтому дали два, в принципе, два дня выходных. Надеемся, вот сегодня посмотрим, надеемся, что команда попыталась восстановиться. Это очень долгая была дорога, один из самых тяжелых выездов в сезоне. Ребята все очень вымотались. Несмотря на это, мы сумели мобилизоваться на 90 минут, выложились все на 100% и победили. Выезд, конечно, был тяжелейший. Двойной перелет, очень много багажа, медикаментов. С Ростова ехали, на автобусе добирались около 4 часов, наверное, 200 километров до Песчанокопского. Ну, жили, правда, не в самом Песчанокопском, тоже 60 километров от Песчанокопского. До игры тоже добирались около часа. Дорога тяжелая, да, один из самых таких неприятных выездов получился. Ну, все сложилось так, как должно было сложиться. Выиграли, это самое главное. Все старались. Не только я один, ну, забил это хорошо, помог команде выиграть. Но прежде чем забить, его нужно было сначала заработать. Поэтому старалась вся команда. Поле было в критическом состоянии, на самом деле. Там тяжело было. Какого-то футбола там не показывалось, только силовая борьба. И за счет этого победили. Короче, мы понимали, что поле очень тяжелое, очень тяжелые погодные условия. Поле низкого качества. И комбинационный футбол присущий нам будет очень тяжело показать. Поэтому мы понимали, что кто выиграет борьбу, тот и победит в этом матче. У нас было огромное желание. Было несколько голевых моментов. Считаю, заслуженно победили. Самые последние секунды матча. Сутолока. В непосредственной близости ворот. Я пошел сокращать удар, выставил ногу. И в это же время пошел на мяч наш защитник Валерий Цкавребов. И получается, он упал на ногу. И такое было опасное ощущение. Первое мгновение была сильная боль. Но вроде бы сейчас отпустило. И надеюсь, все будет нормально. Не только Миша. У всех были какие-то повреждения. Поэтому еще раз хочу сказать, что поле не позволяло комбинировать. Поэтому отсюда были стыки и, соответственно, травмы. Были очень удивлены, когда увидели, что наши болельщики находятся на стадионе, на трибуне. Потому что Песчаноковская – это достаточно отдаленная точка. Мягко скажем, от Красноярска. Плюс до нее добираться невероятно сложно. С самолетом, поездом, автобусом. Несмотря на это, мы увидели своих людей, которые нас поддерживали. Которые всеми силами старались гнать нас вперед. Мы были очень впечатлены этим, дополнительно мотивированы и безумно благодарны. И этим людям, и, опять же, повторюсь, тем, кто собрался у экранов телевизоров, у экранов планшетов и компьютеров. Все это нас заряжало, мотивировало на победу. Брат приехал на игру, переживал за нас всех. Удалось после игры поехать к нему домой. Вот, пообщались. Увиделся, зарядился эмоциями. Так что, готовимся дальше. Ну, когда сезон идет, резко так бывает, что все втрою. Ну, есть пока микропровождение у Галимова, у Шабалина. Ганус под вопросом, то сегодня он попробует. Ну, а все остальные, в принципе, готовятся к игре. Команда сейчас выглядит неплохо. Сейчас главная задача восстановиться, грамотно подойти к игре, разобрать соперника и выходить с настроем со стопроцентной самоотдачей. Ну, это в любой команде, мне кажется, отличная атмосфера, когда команда не проигрывает, и эмоционально все на подъеме. Мы стараемся двигаться дальше от матча к матчу и также побеждать. Плюс то, что мы упустили в начале второго круга, мы наверстываем сейчас. Как бы стараемся все улучшить. Ну, Оренбург один из лидеров. Мы с ними играли, их обыгрывали. И надо так же сыграть, как и в гостях. Сплоченно, компактно, собрано, организованно, дисциплинированно. И тогда, я думаю, победа придет. На строй, как и на все другие игры, надо побеждать. От матча к матчу двигаться вперед. Все предпосылки у нас к этому есть. Ну, у нас сейчас отрезок, который из шести матчей. Она практически... Мы все играем с очень сложной игрой, потому что мы играем с двумя командами. Это Оренбург и Нижний Новгород, которые борются за выход в РФПЛ. А также у нас есть команды, которые Омск, Чертаново, Спартак, Томск. Те команды, которые борются за выживание. То есть нет проходных матчей совершенно. Все будут... Матчи очень сложные, с высокой самоотдачей, борьба. Потому что на кону стоит очень многое. Спасибо.